Привет! Что читаете? Сегодня дежурная по чтению я, Светлана Облязова. В этом выпуске я расскажу вам о книге-пьесе «Гарри Поттер и проклятое дитя». Пьеса в двух частях продолжает сюжеты книг и фильмов о Гарри Поттере. Пьеса в двух частях продолжает сюжет книг и фильмов о Гарри Поттере. Она рассказывает о приключениях его сына Альбуса и его друга Скорпиуса Малфая, сына Драка. Сценарий писала не сама Роулинг, а драматург Джек Торн. Но создательница Гарри Поттера приняла участие в разработке сюжета вместе с Джеком Торном и еще одним соавтором, режиссером пьесы Джоном Тиффани. Это восьмая история о Гарри Поттере и первая официальная сценическая постановка. Действие первое, сцена первая, вокзал Кингс-Кросс. Вокзал полон народу, все деловиты куда-то спешат. Среди кутерьмы две нагруженные тележки. На каждой сверху погромыхивает большая птичья клетка. Тележки везут два мальчика. Одну, Джеймс Поттер, другую Альбус Поттер. За ними идет их мать Джинни. Гарри, мужчина 37 лет, несет на плече дочь Лили. Альбус, пап, он опять. Гарри, Джеймс, умись уже. Джеймс, я только сказал, что он может попасть в Слизерин, а он еще как может, увядая под гневным взглядом отца. Все, молчу. Альбус, матери. Вы будете мне писать? Будете? Джинни. Каждый день, если хочешь. Альбус. Нет, нет, не каждый день. Джеймс говорит, большинство получает письма из дома раз в месяц. Я не хочу, чтобы... Гарри. Твоему брату в прошлом году мы писали по три раза в неделю. Альбус. Чего? Джеймс! Альбус возмущенно смотрит на Джеймса. Джинни. Да, не верь всему, что он рассказывает о Хогвартсе. Он большой шутник, твой брат. Джеймс с ухмылкой. Можно мы уже, пожалуйста, пойдем? Альбус смотрит на отца, затем на мать. Джинни. Нужно просто идти прямо в стену между платформами 9 и 10. Лили. Тут все так здорово! Гарри. Главное, не останавливайся и не бойся врезаться. Это самое важное. Лучше всего разбегу, если нервничаешь. Альбус. Я готов. Гарри и Лили берутся за тележку Альбуса, Джинни за тележку Джеймса и все вместе с Тремглав бегут к барьеру. Действие первое. Сцена вторая. Платформа 9 и 3 четверти. Она вся окутана густым белым паром Хогвартс-экспресса. И здесь тоже полно народу. Только не деловых людей в строгих костюмах, а колдунов и ведьм в мантиях. Все пытаются пробиться к своим обожаемым отпрыскам и попрощаться. Альбус. Пришли. Лили. Ух ты! Альбус. Платформа 9 и 3 четверти. Лили. А где все? Они здесь? А вдруг они не пришли? Гарри показывает на Рона, Гермиону и их дочь Розу. Лили со всех ног несется к ним. «Дядя Рон! Дядя Рон!» Рон оборачивается и, когда подбегает Лили, подхватывает ее на руки. Рон. Из всех Поттеров самая моя любимая. Лили. «Приготовили мне фокус!» Рон. «Слыхала про дух, но сдолой». А есть такой в удивительных ультрафокусах Уизли. «Патентованная вещь». Роза. «Мам! Папа опять со своими дурацкими шуточками». Гермион. «По-твоему дурацки?» А он считает суперлюкс. А я, что серединка наполовинку. Рон. «Так, минуточку. Дайте-ка я пожую воздуха. А теперь я... Уж прости, если от меня попахивает чесноком». Он дышит Лили в лицо. Та хихикает. Кхм. Лили. «От вас пахнет овсяной кашей». Рон. Бум. Бам. Бамс. «Юная леди, приготовьтесь. Больше вы не сможете чувствовать запахи». Рон сдергивает нос с ее лица. Лили. «Где мой нос?» Рон. «Та-дам!» Раскрывает ладонь. Там пусто. Это был дурацкий фокус. Все в восторге от того, какой он дурацкий. Лили. «Вы глупый». Альбус. Все, все опять на нас уставились. Рон. Это из-за меня. Я жутко знаменитый. Мои эксперименты с носами нечто легендарное. Гермиона. «Это уж точно». Гарри. Припарковался ты хоть нормально, Рон? Нормально. Гермиона думала, я не сдам магловский экзамен на вождение. Представляешь? Она считала, мне придется заморочить экзаменатора. Кстати, вот какие отзывы оставляют читатели. Гарри Поттера читала всегда с удовольствием и захлеб. Данная книга, несмотря на шероховатости сюжета, где опять только одна проблема всех времен и народов – «Темный лорд» и сложный для восприятия перевод, была мною встречена с радостью. Мне удалось вернуться в мир тайн и приключений, волшебства, посмотреть, что стало с любимыми героями. Ведь, прочитав хорошую историю, почти всегда продолжению приходится додумывать самостоятельно. А тут такой подарок. Все книги читала в детстве. И сейчас, уже будучи мамой, так забавно читать, как любимые герои сталкиваются с теми же, по сути, проблемами, что и ты. Спасибо авторам за поднятие такой важной темы, как взаимопонимание детей и родителей. И за новое погружение в любимую историю. Это бесценно. Это книга-сценарий про дружбу детей Гарри Поттера и драка Малфоя. Дети знакомятся в школе и крепко подружились. Только вот решили вмешаться в судьбу и поменять прошлое. И это изменение, естественно, изменило будущее. Эту книгу мне было очень интересно читать, так как не хотелось окончания саги. Хотелось вернуть Снэпа, а этот роман дополняет некоторые моменты, которые не удалось прочувствовать в саге. Да, читается тяжеловато, так как это пьеса. Но людям с фантазией это будет несложно преодолеть. Гермион, ничего подобного я не думал. Я бесконечно в тебя верила. Роза, а я бесконечно верю, что он заморочил экзаменатор. Рома, ах так, Альбус. Пап. Альбус тянет Гарри за мантию. Гарри смотрит на сына. Как ты думаешь, а вдруг, что если меня зачислят в Слизерин? Гарри, и чем это плохо? Альбус. Слизерин. Колледж змей черной магии. Туда не берут храбрых. Гарри. Альбус Златеус. Тебя назвали в честь двух директоров Хогвартса. Один из них был Слизеринец, и, пожалуй, я в жизни не встречал никого храбрее. Альбус. Ну что если... Гарри. А если это так важно для тебя? Для тебя лично? Шляпа-распределительница учтет твои чувства. Альбус. Правда? Гарри. Мои учла. До сего дня он ни разу не произносил этого вслух, и через... И еще мгновение слова как будто звенят у него в голове. В Хогвартсе ты повзрослеешь, Альбус. Честное слово, тебе нечего там бояться. Джеймс. Кроме тестралей их берегись. Альбус. Они же невидимые. Гарри. Слушай своих учителей. Не слушай Джеймса и не забывай наслаждаться жизнью. Так, а теперь, если не хотите, чтобы поезд ушел без вас, давайте-ка запрыгивайте. Лили. Лили. Я побегу за поездом до конца платформы. Джинни. Лили, стой смирно. Гермиона. Роза, не забудь передать от нас привет Невил. Роза. Мам, ну как я передам профессору привет? Роза направляется к поезду, Альбус оборачивается, напоследок обнимает Джинни и Гарри и идет слезом за Розой. Альбус. Ну все тогда. Он забирается в вагон. Гермиона, Джинни, Рон и Гарри стоят и смотрят на поезд. На платформе звучат свистки. Джинни. С ними же все будет хорошо, да? Гермиона. Хогвартс – великое место. Рон. Великое, прекрасное и еды полно. А я бы все отдал, чтобы опять вернуться туда. Гарри. Альбус переживает, что его зачислят в слизере. Странно. Гермиона. Это что? Роза переживает, когда она побьет квидишный рекорд по числу голов на первый год или на второй. И скоро ли ей разрешат сдать экзамен по СОУ? Рон. Вот никак не пойму, в кого она такая амбициозная. Джинни. А ты бы, Гарри, как отнесся, если бы Алл… Ну, если и правда. Рон. Между прочим, Джинни, мы всегда подозревали, что и ты можешь угодить в слизере. Джинни. Что? Рон. Честно, Фред с Джоджем принимали ставки. Гермиона. Не пора нам уже отсюда, а то все пялятся. Джинни. На вас троих всегда пялятся, когда вы вместе. И когда поддельности тоже. К вам вечно взгляды прикованы. Они вчетвером направляются к выходу, Джинни останавливает Гарри. Гарри, с ними все будет в порядке, да? Гарри. Конечно. Как же иначе? Действие первое. Сцена третья. Хогвартс-экспресс. Альбус и Роза идут по вагону. Приближается ведьма с тележкой, толкая впереди тележку с гидой. Ведьма с тележкой. Возьмёт что-нибудь, милые. Тыквичинки, шоколадушки, котлакексы. Роза, заметив, что Альбус с вожделением смотрит на шокогадушки. Алл, не отвлекайся на ерунду, Альбус. Почему? Роза, надо понять, с кем дружить. Ты же знаешь, моя мама с папой познакомились с твоим папой в самую первую поездку на Хогвартс-экспрессе. Специальное репетиционное издание «Сценария», продолжение путешествия Гарри Поттера, его друзей и семьи, вышло одновременно с премьерой пьесы на лондонском Вест-Энде и сразу же стало бестселлером. Пьеса получила положительные отзывы от критиков всех ведущих изданий. Пять звезд ей присудили The Independent, The Evening Standard и The Daily Telegraph. Действие начинается сразу после эпилога книги «Гарри Поттер и дары смерти». Гарри Поттер вместе со своей женой Джинни Уизли встречаются с Роном и Гермионой на вокзале Кингс-Кросс при отправке своих детей в Хогвартс. Быть Гарри Поттером всегда непросто. Вот и сейчас ему, сверх меры загруженному в Министерстве магии, отцу и мужу троих детей школьного возраста приходится совсем нелегко. И пока Гарри Поттер пытается бороться с прошлым, которое в прошлом оставаться совсем не хочет, его младший сын Альбус сражается с грузом семейного наследия, которое ему никогда не нравилось. Прошлое и настоящее зловеще переплетаются, а отцу и сыну становится очевидной нелегкая истина. Мрак подчас появляется из самых неожиданных мест. Книгу можно взять в центре чтения нашей библиотеки. А вы читали продолжение знаменитой Петерианы? Делитесь в комментариях. Редактор субтитров А.Семкин